Так, диафрагмальный зажим, где ребра заканчиваются, делят брюшную полость и грудную, у нас диафрагма поперек тела держит легкие. Когда спазм, диафрагмальный зажим существует, когда диафрагма спазмирована, не позволяет легким опуститься, то есть не позволяет этот зажим вдохнуть полной грудью, не позволяет получить, наполнить весь объем легких воздуха. Когда мы не получаем полный легкий воздух, когда легкие не полностью наполняются, то, соответственно, держит, зажимает легкие. У нас и дыхание-то тогда учащенное получается, не глубокое дыхание, вдох-выдох, а учащенное. Что это означает? Часто дышит ребенок, когда хнычет, плачет, то есть я плачу, я хнычу, вот что это означает. И таким образом есть эффект менеджера, который, менеджер, как правило, он когда звонит кому-то, что-то предлагает или даже разговаривает, он боится, он на страхе, на страхе, вот на спазме. А вот здравствуйте, то есть на спазме говорит, и голос-то другой совсем. А вот здравствуйте, я хочу вам сделать такое предложение, то есть он быстрее-быстрее на спазме пытается говорить, не на выдохе. Разговаривать-то нужно на выдохе всегда. А менеджер, эффект менеджера, разговор на спазме такой, разговор силы никакой, голос никакой силы не имеет. И вот он говорит, 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 а доверия-то к нему нету, потому что, ну, страх от него идет, страх, он боится. Что нужно делать? Вот, начиная от солнечного сплетения, массировать полностью диафрагму. Пальцы должны заходить туда глубоко. И прямо в некоторых местах ощутишь, прямо упирается сильно сгустки такие. Необходимо размассировать регулярно, стабильно, регулярно. Так, предупреждение техникой безопасности при работе вот с этими зажимами. Возможны, возможно, какая-то необоснованная агрессия на кого-то, да, злость. Там, как правило, в середине дня такое бывает. Ну, нужно с этим смириться, да, такое бывает. Ну, это психика перестраивается.